Узнать о Белгороде еще больше или познакомить с ним своих гостей из других регионов этим летом можно благодаря пешим экскурсиям выходного дня. Проект «Пройдемся по Белгороду» стартовал с 1 июня этого года. В Парке Победы каждые субботы и воскресенье работает мобильное экскурсионное бюро, организованное централизованной библиотечной системой Белгорода. Среди основных партнеров Пушкинская библиотека-музей, выставочный зал Родина и фотогалерея имени Виталия Собровина. О том, как попасть на экскурсию и о ее маршрутах, спросим у нашего гостя. Сегодня это Светлана Северинова, заведующая Пушкинской библиотекой-музеем Белгорода. Светлана, здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, что нового могут узнать жители Белгорода или Белгородской области из таких ваших пеших экскурсий? Новое, конечно, многое можно узнать. Тем более сегодня, когда люди все заняты работой, такой очень насыщенный ритм жизни. И мы не обращаем даже на то, что происходит иногда в городе. Наши пешеходные экскурсии рассчитаны на то, чтобы люди узнали историю города, о том, что и как развивается город Белгород. Я думаю, будет очень интересно, но раскрывать все карты не буду, так как тогда не будет какой-то изюминки. Интересно будет ходить на экскурсии. Но ведь действительно, мы же ходим с работы домой по этим улочкам и проходим мимо зданий, каких-то памятных мест, даже, может быть, не замечаем или не знаем о них. И не знаем или не задумываемся о том, что здесь ранее было и насколько этот объект важен для города и для истории. Откуда вообще взялась идея проводить такие экскурсии? Вы знаете, экскурсия это вообще не новое для учреждения культуры, так как мы проводим и в стенах наших учреждений, и фотогалереи, и выставочный зал, и Пушкинская библиотека. Конечно, мы делаем экскурсии. И мы также выходим и в город. Например, Пушкинская библиотека уже более 10 лет проводит обзорные экскурсии по городу Белгороду, и автобусные, и пешеходные в том числе. Ну и сегодня мы решили объединить наши знания, наши ресурсы и создать такой замечательный проект, который рассчитан на гостей города и на горожан. Ну, то знаете, мы в минувшие выходные никак не могли пропустить такую экскурсию. Наши корреспонденты присоединились к тем, кто погулял по Белгороду. Эта экскурсия была пешей. И давайте вместе посмотрим, что же все-таки они узнали о своем городе. Многие люди живут в Белгороде десятилетиями и даже не замечают искусство, которое затаилось межгородских высоток. Речь идет о контактных скульптурах, которых в нашем городе около 15. Сегодня с некоторыми из них мы вас познакомим. Виллокортеж стартует от сцены Парка Победы. Первая точка экскурсии – контактная скульптура театрального сквера. Воспоминания – одна из самых известных скульптур Белгорода. Бабушка, которая вяжет длинный-длинный чулок невидимыми спицами и нитями. Правда, спицы здесь все же когда-то были. Их убрали для безопасности. Ее взор устремлен куда-то ввысь. И, сидя рядом с ней, тоже начинаешь задумываться о чем-то красивом и высоком. Но, к сожалению, не все гости театрального сквера используют скульптуру как предмет вдохновения. Бабушка с чулком появилась здесь в 2005 году и с того момента неоднократно лишалась своих конечностей. Но есть истории и похуже. Один мальчик, видимо, пожелал бабушкиной любви очень сильно и залез в обхват ее рук. И, собственно, вылезти самостоятельно уже не смог. Приехала команда МЧС и два часа его вынимали оттуда. Видимо, бабушка узнала в озорнике родного внука и не захотела его отпускать. Поэтому скульптура хоть и контактная, но в целях безопасности лучше просто проводить время рядом с ней. Но никак не в ее объятиях. Едем дальше и попадаем на Белгородский Арбат. Здесь нас встречают 175 килограммов бронзы в образе дворника. Дворник знаменит еще и благодаря своему коту. К сожалению, скульптор ему кличку не дал и каждый белгородец может это сделать самостоятельно. Такие велоэкскурсии проходят не только по контактным скульптурам, но по всем культурным объектам Белгорода. Но если вы не спортсмен или у вас просто нет велосипеда, не расстраивайтесь. Специально для вас предусмотрены пешие прогулки. О них расскажет мой коллега Глеб Дудкин. Глеб, что можешь сказать? Спасибо, Илья. И я могу сказать, что те, кто предпочитают пешие прогулки, могут не только узнать что-то новое, но и проявить свои творческие способности. Да, в ходе экскурсии Пленэр, взяв в руки кисти и карандаш, вам доведется в буквальном смысле прикоснуться к искусству. Цель этой экскурсии Пленэра не только познакомить людей с искусством, с теоретической ее частью, но и с практической, чтобы они на собственном опыте смогли попробовать, что такое быть художником. Во время экскурсии вы сможете изучить базовые приемы в живописи. Но перед этим вас погрузят в историю Парка Победы. Правда, не в этот раз. Как часто это бывает, дождь внес свои коррективы. В связи с погодными условиями мы немножко отступили от правил и дошли от, получается, набережной, рассказали там немного о ней и пришли сюда, к Белгоу, чтобы его потом пописать вместе с художником Максимом. Записаться на экскурсию и попробовать себя в роли художника может любой желающий, независимо от навыков рисования. Глеб! Не, ну я художник, я так вижу. Проект «Пройдемся по Белгороду» включает экскурсии на любой вкус. Познакомиться с богатой историей города и культурно обогатиться можно каждые выходные с 16 до 20 часов. Ознакомиться с подробным расписанием и приобрести билеты можно на сайте Культура.РФ. Глеб Дудкин, Илья Лядвин, Евгений Титов и Виталий Петренко. Такой день на мире Белогория. Ну вот экскурсии были подвижными, не только пешие, но и велосипедные. Вообще очень интересная задумка и велосипедная экскурсия, и пленэр по завершению пешей экскурсии. Расскажите, а какие еще маршруты запланированы? Всего 9 пешеходных экскурсий, среди которых, да, мы уже увидели, что это и велосипед, и пленэр. Но у нас еще есть замечательная экскурсия, квест-экскурсия. Сегодня очень популярная форма такая, игровая форма, да, как квест, то есть поиск. И наши сотрудники разработали такую экскурсию. Я думаю, она будет очень интересная и познавательная для наших горожан. Вот. И, конечно, это прогулки по парку, по центральной части города. Ведь парк Победы, он тоже очень богат на свою историю. Даже о реке, о Везелке мы можем узнать, о том, что здесь было в конце 19 века, начало 20 века. Парк Победы очень знаменит своей военной историей, то есть героическим прошлым. Давно там есть и аллея героев, и стелла. Ну, я думаю, что будет очень интересно и познавательно. Заинтриговали, прям очень, Светлана, заинтриговали. Скажите, как стать участником этих экскурсий? Для этого что нужно? Просто прийти или регистрация еще нужна какая-то? Это все очень просто и каждому как удобно. То есть вы можете прийти в Парк Победы, где есть мобильное экскурсионное бюро, да, или можете зайти на сайт «Культурный регион», выбрать необходимый маршрут, прочитать, ознакомиться с объектами, которые мы будем посещать на этом маршруте, да, и зарегистрировать, забронировать себе билет. Или позвонив по телефону, и тоже можно забронировать билет. То есть по телефону, в интернете или лично по теме мобильных? Да, совершенно верно. Изумительно, а сколько стоит вообще экскурсия? Стоимость экскурсии, она совершенно разнообразная. Это от 25 рублей для взрослых, 15 рублей детская экскурсия, да, и заканчивая уже 200 рублями. Квест-экскурсия – это 200 рублей, велоэкскурсия – это тоже 200 рублей, пленэр – 150. Ну, цены более чем доступны. Я думаю, да. А вот что еще с селфи и с конкурсом этих фотографий? Расскажите, пожалуйста, поподробнее, зачем вы предлагаете белгородцам фотографироваться во время экскурсии? Есть такой замечательный у нас маршрут, который называется «Пегас и звезда». Мы здесь как раз проходим и рядом с нашим университетом, наш БелГУ, да, и мы изучаем историю. Ведь университету тоже очень много лет, и у него огромная история, и наш новый корпус тоже есть чем похвастаться. И вот в рамках этого экскурсионного маршрута «Пегас и звезда» есть элемент экскурсии – это сделать фото на фоне объекта памятного. И так как уже известно, что селфи – это автопортрет, да, то есть вам необходимо иметь что? Технические возможности и самое главное – желание. Дальше вы фотографию свою можете загрузить в группе ВКонтакте. Есть группа «Фотогалерея» имени Собровина, и там есть альбом «Специальный конкурс селфи». По итогам фотография, которая набрала большее количество лайков, объявляется победителем, и автор этой фотографии получает памятный приз. Ну как здорово. Светлана, давайте напомним еще раз зрителям о программе на будущие выходные. Кстати, вот в праздничный день, 12 июня, будут экскурсии или нет? Нет, 12-го у нас другая программа городская, очень насыщенная. Здесь, конечно, экскурсии не будет. Так как наше экскурсионное бюро рассчитано на работу в выходные дни. Тогда суббота и воскресенье. Расскажите, что будет в эти выходные ближайшие. В субботу нас ждет две экскурсии от сотрудников Пушкинской библиотеки. Ну так сложилась судьба, да? Это первая экскурсия – экспедиция по исторической части города Белгорода. Опытный экскурсовод проведет желающих по Центральной площади, Парк Победы, набережная реки Визелка, расскажет о достопримечательностях и историческом прошлом. И также нас ждет еще экскурсия «Что скрывает Белгород», то есть квест-экскурсия. Это будет воскресенье. А в субботу будет замечательная еще одна экскурсия глазами коренного белгородца. Наш город, он растет, он живет, он видоизменяется. И то, как он выглядел буквально несколько лет назад, ну, где-то там 40-50 лет, да, мы знаем, что во время войны, к сожалению, наш город был полностью, практически полностью разрушен. И активное восстановление города шло с образования Белгородской области в 1954 год. Но даже того Белгорода у нас остается все мало и мало, все меньше и меньше, вернее. И вот то, каким он был, как он изменялся, нам расскажет наш коренной белгородец. Очень интересно. Обязательно нужно будет сходить на этой экскурсии. И так они начинаются в... В 16 часов? Да, в 4 часа дня, в 16.00. Стартовая точка в Парке Победы. В Парке Победы. Каждый час будет новая экскурсия, да. Отлично. Светлана, спасибо большое за такую информацию. Я думаю, что белгородцы, даже те, кто считает, что они очень много знают о Белгороде, вполне могут прийти на ваши экскурсии. И, как минимум, несколько фактов, тех, которых еще они не знали, они обязательно почерпнут из слов ваших гидов и экскурсоводов. Спасибо большое, что вы сегодня пришли к нам в студию. Спасибо большое.